Правда, города еще не видел, сегодня почти целый день ехал из Берлина. Есть шанс посмотреть завтра. У меня, в принципе, есть вам что сказать и даже чего показать, потому что это стоп-кадр первого из видео, но будет лучше, если бы вы все-таки писали записки, задавали вопросы, и от какого-то момента, значит, это все-таки был бы не монолог, уж мой, а диалог с вами. Вот у нас тут есть эти урны для голосования, назовем так, имени Памфиновой. Вот одна, и вот вторая. Я понимаю, что все очень сосредоточены, не очень понятно, как передавать, потому что тогда подходить. Сейчас я проверяю наличие. Да, есть. Стоит. Пожалуйста. Так что, ну, просто это было бы правильно. Вот второе соображение, вот какого свойства. У музыкантов есть такое понятие, тур в поддержку альбома. У меня получается, что тур в поддержку Тома. Ну, и понятен смысл вот этой поддержки, в том смысле, что вот у тебя вышел какой-то новый проект, и ты с ним переустанавливаешь контакт с публикой, заново ознакомишься, показываешь, какой ты есть на этом этапе своей работы. Но у нас есть еще и буквальный смысл этого понятия. Как известно, из России теперь ничего на Запад заказывать нельзя. Ну, и из Запада в Россию тоже ничего нельзя. Поэтому в России разрешили параллельный импорт, в смысле, когда на этой кривой газете, через Турцию, через Китай, МВАЕ, чего-то там завозится, какие-то товары. Да что же все это? И это называется Германия. Собирается как в Тбилиси. И, значит, этот вот параллельный импорт без согласия правообладателей товаров. А у нас согласие правообладателя, мы таким образом занимаемся понемножку параллельным экспортом из России, то есть куски тиража этого нового дома, 11-го по счету, самого толстого, 320 страниц, и самого пёстра, 820 иллюстрации, мы привозим на места этих встреч, и по окончании, значит, вот мероприятия я все дома подпишу. Это будет файер. Так, теперь, собственно, про мероприятия. Вот это 11-й дом по счету. Я большую часть времени так получил, что занимаюсь журналистикой, которая про прошлое, остающаяся в настоящем. И, к сожалению, иногда даже пугающих в таких формах, каждый раз подтверждается актуальность вот этого самого подхода. То есть это про настоящее, которое... Это про прошлое, которое остается в настоящем, и про настоящее, которое вместо того, чтобы смотреть вперед, в будущее, оно без конца оглядывается на прошлое, и в этом прошлом видеть в себе подтверждение, легитимизацию, идеалы, образцы для подражания и прочее, прочее, прочее. И это действительно устрашающим образом вот проявилось и в нынешней ужасной войне, которая, конечно, сама вся из прошлого, и лозунги ее, и пропаганда, которые сопровождают она вся из прошлого, и неисчислимые проблемы, которые она уже породила, и впредь породит еще там десятилетиями из этого выкарабкиваться совершенно очевидно. Это все то же из прошлого, это все то, что должно было закончиться, ну, во второй половине XX века, ну, точно, уже даже тогда это было бы анахронизмом. Впервые такой журналистикой, вот, которая про современность, но в этой современности все и живет прошлое, я занялся еще в 1997 году, мы на тогдашней компании, не в ночи будет помянутой НТВ, значит, сделали 43 серии под названием «Наметней наша эра», ну, было придумано такое понятие, ну, вот есть дом нашей эры, а есть вот наша эра, ну, последние десятилетия Советского Союза, советской жизни, которые сформировали всех, тогда здравствовавших поколения, ну, потому что никакого у нас другого опыта нет, и быть не может, и вот с этим опытом мы пытаемся войти в новую жизнь, ну, всего пять лет этой новой стране, новому строю, новой жизни, и этот опыт в чем-то нас не пускает, ну, в общем, разобраться, а из чего мы состоим. И думалось, что это напоследок, что это уходящая натура, то даже в нас самих это будет ослабевать по мере набирания сил от этой новой жизни, и тогда, конечно, советская наука, историческая просто перестала существовать, она была совершенно обанкрочена, поскольку вся она была марксистско-ленинской, то есть всю жизнь доказывала про то, как вот из капитализма возникает социализм, а потом из него будет коммунизм с абсолютной неизбежностью, да, как там, учение Маркса всесильно, ибо оно верно, вы или нет. Вот под этим девизом все, собственно, и происходило. И ничего, в общем, не наступило, все стало, оказалось химерой, поэтому они помалкивали, и тут вот в этот момент можно было встрять еще с каким-то своим, как это принято теперь выражаться, нарративом. Да, но и в лучшие свои времена, когда эта историческая наука была монопольна, она меня совершенно не устраивала, потому что, ну, она официальная во всех смыслах слова, и в том, что она принадлежала власти, и фактически властью писалась, ну, или там по заказу власти писали, власть обслуживающие люди специальные, но она ей и говорила, да, только про власть. Она вся была посвящена деятельности власти. И это совсем не билось с человеческим опытом. Я составил много людей, пожилых, родственников, у меня была тьма тьмущая, которые страсть как любили, говорит, вот как сейчас, помню до войны, да, и они никогда не упоминали 17-е съезд в КПБ, съезд победителей, и 18-е съезд в КПБ, съезд построения социализма отдельно взятой стране. А ведь открытие учебниковой истории, там про 17-е, про 18-е съезд в 30-е годы, нет, они говорили про то, как ничего за трудодень не получали в колхозе, чего же сколько стоило, как до Череповца 30 верст шли пешком, басы их за обувью, вот и купили эти ботинки, и назад возвращаются тоже басы, потому что обувь много, ее беречь надо, а кого взяли на финскую войну, кого посадили по закону о трех колосках, а кого это расстреляли, а по каким признакам раскулачивали, то возвращался с мокрых краев, ну, в общем, вот какая-то эта жизнь. А, ну, еще патефон был жив у бабушки с дедушкой, например, какой-то куча пластинок, 78 вот этих оборотов, которые уже никто не употреблял, они шипели, ну, в общем, ауру времени доносили, и в попытке соединить то, что всегда считалось историей, то есть вот это официально, со всеми этими жирным шрифтом, выделяемыми датами, да, с бытовой, с тем, как это помнят люди, как они это ощущают, я и придумал вот этот самый метод на меня. Подсмотрел я его совершенно неожиданно, у Льва Толстого впервые про это сказал дважды в интервью, сомнений, сробительно недавно, и об интервьюером удивились. Ну, ладно, Юрий Дудь, но и даже Галина Юзефович, которая сама активная работающая «Литературный критик России», и тогда я решил, что не, я теперь буду рассказывать часто про то, что Лев Николаевич, он крутой, клевый, модный, ну, не знаю, какие еще слова, которые совершенно с ним не вяжутся, вот, и что много нового, интересного, и современного, актуального, из него можно подчеркнуть. Вот. Такая есть у него не шибко известная повесть «Два кусара», начинается весело, с эпиграфа с Дениса Давыдова «Жемени да жемени, а обводки не полслова». Вот. А дальше следует такая зачинная фраза, такая типичная толстовская фраза, которая вот так вот начинается и проходит через всю страницу, никуда не торопясь переползать на вторую страницу, и там еще тоже увесисто что-то занимает, и, наконец, первый раз ставится точкой. Вот. Фраза такая, она инвентаризационная, так что можно ее пропускать, что-то там из нее пропускать, а можно сейчас, я очень серьезно, тут я думаю, а можно переставить местами, даже если процентов 10 упустишь, что все равно это будет. Так, это, на самом конце. То все равно будет много. И так, события, люди, явления, определивший образ жизни, то без чего нас невозможно представить, еще труднее понять, метод на медианцевого толстого. В 1800-х годах, когда не было ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни электрического света, ни мебель без лаку, ни низких пружинных диванов, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни тех милых там камелей, которые менее не стесняются даже дневного света. Это проститутки. Когда, отправляясь из Москвы в Петербург или обратно, по восемь суток тряслись по грязной или пыльной дороге в карете или по воске, брали с собой целую кухню домашнего приготовления и свято верили в валтайские колокольчики и пожарские котлеты. Когда отцы наши были молоды, не одним отсутствием седых волос, расстрелялись из-за женщин и бросались из другого конца комнаты к каждому случайно и не случайно уроненному платочку. Когда матери наши носили короткие талии, огромные рукава и решали семейные дела вытягиванием билетиков. Когда по вечерам, оплывая сальные свечи, освещали в гостиных кружки родственников 20-30 человек. В те наивные времена масонских лож, тугенбунта и мартинистов, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных в губернском городе Ка был дворянский съезд и кончались помещичьи выборы. Это меня чрезвычайно порадовало. Возможность соединять волгайские колокольчики, разочарованные клинушные со стёпочками, ну то есть нигилистов, электрический свет. Есть это ощущение волноты картины, это, во-первых, из этих каких-то совершенно разномастных бедетов на масонские лужи, даже Пушкин во множественном числе. Это с одной стороны, а с другой, понятно же, что граф Лето Николаевич, он не рисовался, он не пытался прослыть оригиналу, и не для того, чтобы мы там спустя 150 лет восхитились каким-то там низким пружинным диваном, я даже не знаю, какие они на самом деле. Это автор всё дорого. Это он действительно искренне ставить на одну доску не различает. Это всё ценно ему в картине жизни. И, значит, либеральные философы и женщины, то есть первые эмансипированные натуру сувражистки, и вот эти самые низкие пружинные диваны. Вот из этого, собственно говоря, и родилось. Это, значит, был 97-й год, да вот это ощущение, что там, не знаю, растрял новочеркасские туфли, шпильки, шуршат плащи баллони, поют, а у нас на баре есть девчонка одна, Гагарин полетел, цены подняли на мясо, там и вот этот новочеркасс, и там берлинскую стену строят, ну и прочее, прочее, прочее. Вот Брасову ГЭС пустили, Вица Никулин-Маргунов первояснялись. Это всё, всё это, всё это вместе, да, потому что оно, и не надо даже ничего связывать, да, не надо писать вот этот советский ужасный текст, потому что сложившиеся общественно-политические предпосылки обеспечили создание, нет, чушь собачья. Оно было, оно связано тем, что оно одновременно, вот и всё. Нет у человека отдельного мужичка, который, значит, у него ответственен за валдайские колокольчики, а этот вот за милых донками. На человека всё одновременно воздействует. И великое, и смешное, и дурацкое, и героическое, и подлое, и охватывая потом жизнь, что называется, мысленным взором, он не разбирая, мешает крупные с мелкими. Ну, так она жизнь устроена. Вот, значит, это было 43 серии с 97-го года, крупнейший тогда был сериал, но потом его продлили, теперь он же вообще рекордсмен. Да, прошло 10 лет, в 2007 году, вот ровно так случилось, стало окончательно понятно, что никакая это не уходящая натура. Что советская матрица вот как лежала, так и лежит. Да, на неё наложили сериали какой-то там российской жизни, но она через них всё время проступает. Я придумал тогда другой девиз, мы живём в эпоху Ренессанса советской античности, и даже так трудолюбиво изложил, а что именно, вот явно советской, никто и даже спорить не будет, что это советская. Почти всё, что связано с государством, оказалось таковым. Ну, взаимоотношения общества с властью, выборы, партии, гимн, так называемый парламент, братья-си-господи, СМИ, суды, армия, тюрьмы, менты, как их ни назови, из милиционеров, полицейских, всё равно ничего не меняется, ну и так далее. Ну и что по-советски одновременно и грозим за границей, и продаём нам миллиарды углеводородов. И по-советски болеем за сборные, и также полагаем, что если у нас золотая медаль, то значит весь мир мы порвали. Вот, я тогда не работал уже на телевидении, был везде запрещён, ютуба ещё не было, и придумывался вот такой формат тома-альбома. В том смысле, что, ну, бывает как вот Ташин, да, известное немецкое издательство, то самое главное альбомное издательство в мире, да. То есть сначала идёт какая-то статья, а потом много-много-много иллюстраций, и к ним маленькие подпись. Бывает, что идёт сплошной текст, а в середине где-то там склеены фотографии, потому что для них бумага должна быть дороже, поэтому мы тут вот здесь расщитримся, а остальное как-нибудь так почитать. Нет, меня это не устраивало абсолютно. Я вот как человек, ушибленный монтажом и экранностью, мне нужно было, и так вот этот формат сложился, что названия, тексты, иллюстрации, они образуют вот эту мозаику, и пролистывая этот кофе-тейбл-бук, что называется, да, ты опять получаешь тот же эффект, что и Толстовского метода, когда есть полната картины с одной стороны, и видно, что автор всё дурак, и ничего не пропущено, и он всё различает, и такой ясикл. Вот, и значит, таких томов выпущено было в общей сложности вот этот нынешний, он XI. И теперь вот получается это третье обращение к этому периоду, и опять-таки это связано с жуткой актуальностью, и прежде всего имперской идеей. Конечно, СССР был имперский проект, и вот в этом имперском проекте 60-е годы это самое золотое десятилетие, вот просто такой гриммический меридиан, который делит на до и после. До, время слишком боевое, и там действительно решалось, что кого, вот всё революции до войны, мирного времени не было почти совсем, но и взаимосвязь с ним всё-таки гораздо более отдаленная. В 70-е все понимали, что система пусует, что прокручиваются все шестерёнки, никакого движения нет. Вот то, что называлось застой, когда действительно 73-й не отличался от 72-го, а 74-й от 73-го, это вот, да. Ну а 80-й уже совсем период полураспада, вот это полная уже, ну вот эта конка на лафетах, ну буквальное умирание, в том числе физическое, да, которое в своём апогее развития дошло до Черненко, который, как известно, приступил к обязанностям главы государства, не приходя в сознание. Вот поэтому, когда говорят теперь про другому предателю Горбачёв, это было адутат у него, вот в самом тасоку было, вот они самые-то силы, всё вот цветёт и благоухает. Значит, тогдашняя империя 60-х годов, она ещё бодрая, она уверенная в своих силах и готовая силой, кровью, вот, заставить подчиниться этой её правоте, её отстоять, настоять на этой своей правоте. Она популярна в мире в 60-е годы, ещё большинство западных интеллектуалов и вакии, знаменитая фраза Жан-Поль Сартера «Каждый антикоммунист – это сволочь». И считалось, что действительно социализм – серьёзная альтернатива, и он решает многие проблемы лучше западного общества, и действительно это другой путь. Ну, кто-то про конвергенцию там говорит или ещё чего-то, но социализм рассматривался серьёзным игроком, как идея в том числе. Всем казалось, что движется научно-технический прогресс, он приближает будущее, и главным будущим приближением вот этим казалась космонавтика, а вот в космической гонке могут уже, они выигрывают, ну, на всяком случае, вплоть до американского десанта в 69-м году на Луну. То есть, вот, как будто бы эта отрасль, она вершина цивилизации, и вот на ней сейчас и сфокусировано всё внимание, поэтому все силы, весь потенциал, который есть, и он в этой точке сходится. Ну, вот, другое дело, в чём-то не отдавали отчёт, тогда, что это ведь ВПК, на самом деле, и мобилизационная экономика, и социализма, если навалится на что-то одно, то действительно с этим справится, но всё остальное будет в провале. Вот здесь в навале, а там в провале. Вот, и ещё очень важно, в 60-е годы достигнут примерный, ну, или, во всяком случае, так казалось, примерный стратегический паритет между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, и оттуда берёт начало вот так любимая и поныне кремлёвскими мечтателями и пропагандой система двуполярного мира. То есть, вот, есть одна Великая Империя, есть другая Великая Империя, между ними, так даже нет тоже понятия, третий мир, где они подаются за влияние, и, в принципе, это и есть смысл существования Великого Государства. Оно расширяет своё влияние, оно доказывает миру свою правоту, не даёт расширять влияние Империи конкурентке, вот, и высшее предназначение есть. Вот миссия. А зачем иначе тогда идти прожить? Да, перед нами только великие цели могут стоять. И, значит, у этих, у этой Империи какие-то свои там сателлиты в орбите находятся, и у нас находятся, и не смейте угонять из нашего стада наших скакунов, из скакуна мы не позволим куда-то там заглядываться на чужое стадо, переметнуться, это мы пресечём. Вот эту попытку. И на самом деле нет у них никакой там самостоятельной политики, никакой самостоятельной судьбы, и вот рел-политик в этом и заключается, что мир поделен, и не надо нам тут рассказывать под самоопределение какое-то там своё. придём и всё танками докажем. Свою эту вот упомянутую кровату. Да, давайте я покажу здесь на примере как раз 60-х годов несколько важных имперских сюжетов, которые до обидного... Слушайте, неужели это всё? Когда пишется классик? Нет, классика после трёх объяснений «Он и ГАЗ!» Добро пожаловать в Гимае. Так вот, для начала первого такого имперского сюжета просто общий вход через обложку даже, да, в это время. Ну, понимаете, это обложка распластанная, то есть это задняя часть, ну, задняя сторонка, так официально называется типографский. Поскольку всё это происходит когда-то из ящика, то у нас там каждый раз на обложке соответствующие изображения эпохи экранные и тот дом, который самый близкий из выпущенных, он десятый был по счёту, они у нас в Сочи в шахматном порядке. Это 2011-2015, там на обложке уже селфи, которые делаются с соседиками. Вот. С палки этой, туристической. Да. Ну, а тут, понятно, черно-белые там эти рубины, электроны, неважно, что это была всё одна модель львовская, которую в разных ушах и надевали. Это не сам автор, это автор в роли 60-х годов. Поэтому такой умеренный идиотический оптимизм эпохи как-то передать в себе, отмобилизовав всю самоиронию, возможно, значит. ежели кто не застал, вот это называлось накат, то есть это рисунок, который наносится валиком прямо на штукатурку, потому что 60-е это время минимализма, освобождения, легче, легче, вот после этого лживого, самоуважительного, пошлого, сталинского, тяжелого стиля с этими мещанскими обоями, вот тут у нас вот такая легкость, ну и там будет во многом это проявляться. Это был мировой тренд, но в Советском Союзе просто особенно, поскольку это еще хрущевки, которые тоже диктуют минимализм, вот это массовое первое жилье со всеми удобствами, триада тогдашней элегантности советской торшер, фужер и радиола. Ну радиола громоздка, фужер сюда не годится, за это отвечает торшер. И еще очень важная такая история в этой легкости будешь. Вот вместо картин в тяжелых псевдозолоченых рамах вот с таким губернским мазком жирной живописью. Чеканка, легкие медные листы, разновидности две, заодно, да, это все какие-то частные артели, так что это еще и хендмейт, это типа уникальный экземпляр. Значит, за самый расстроен чеканку отвечала Грузия, вот какие-то там левые артели, ну там все вообще прекрасно было с частным бизнесом всегда. Основной мотив горянка, гордый профиль, да, распущенный волос, да, распущенный волос, вот плод или там солнце, в общем все это романтично. И были такие миниатюры вертикальные, за них отвечали эти промысловики Латвии. Девочка моется, мальчик мучится. Это для обозначения дверей раздельных санузлов. Это остров на гости придут оценят вкус хозяев, не перепутают двери. Важно ведь как эпоха представляет, а как нынче должно. Вот как это принято. Вот то, что все как у людей, вот оно как и он да. воспроизведем, дальше посмотрим. Войдем в 61-й год, в первый такой имперский сюжет того времени. Не весь по какому закону обычно 25 плюс минус 5 феноменов в каждом году. И когда берешься за какую-то эпоху, которая тебе кажется малособытийной, такой неурожайной, и давайте здесь притормозим. Нет, все равно оказывается, жизнь никогда не останавливалась, можно просто всмотреться. Это опять-таки даже какой-то рудимент еще советского подхода, который исторические решения 24-го съезда, как происходят. вот без них тоже как же. Да, это единственная личная встреча Хрущева и Кенге в Вене в 61-м году. Ну понятно, что это встреча двух миров, это понятно, очень выразительно фотография. По старому дипломатическому протоколу надо было фотографироваться с смешанными парами, теперь так делают, а тут такие сногсшибательные сочетания Нина Петровна и Джон Фиджеральд и Жаклин Никита Сергеевич. Но да, и кажется, что это старики из провинции приехали на свадьбу в столицу к разбогатевшему сыну и страшно довольны, что ему досталась первая красавица. Ну и в качестве мэра столицы, который очередно регистрирует этот брак, тот Адольф шеф тогдашний федеральный президент Австралии. Но на самом деле фотография это таит даже более любопытный парадокс. Президент США и премьер СССР встретились для того, чтобы обсудить берлинский кризис. Во встрече не участвуют ни ФРГ, ни ГДР, ни Западный Берлин. Это старшие братья поговорят между собой. И младшим, ежели надо, они донесут их судьбину. А может и не донесут, может просто так за них все решат. Вот на этом приз на памятном заседании Совета Безопасности перед самой войной 21-го кажется числа, где все вельможи пытались понять, а чего Барин хочет, как вот не впросад сейчас высказаться, значит, особо приближенный к телу, поскольку был телохранителем Золотов, этот командующий Росгвардией, он, значит, так, правду манку рубану, вот именно в духе 60-х, что у нас за Белгородскую область у нас граница проходит не с Украиной, а с Соединенными Штатами. Вот этот, этот вот идеал людей, которые вышли оттуда, у которых такая картина мира, ну, конечно, они вступали, и все ясно, а главное, как поднимают тебя, ты, так, граница в Белгородской области, граница в Белгородской области, бери повыше. Да, давайте дальше воспроизведем, в общем, они ни о чем не договорились, берлинский кризис таки разразился, вот, они друг друга стращали, но Хрущев решил, что он стращает шевче, и поэтому воздвигают берлинскую стену вскоре после этой встречи. Ну, все это там ушло, потому что уже 2,5 миллиона граждан ГДР убежали на запад через проницаемую границу с западным Берлином, вот, допустить падение восточного германского социализма Хрущев не мог, но Советская империя не могла, потому что там стоит полумиллионная группа советских войск Германии, которая, как известно, своими, значит, этими клиньями танковых колонн, да, давайте здесь притормозим, способна за неделю достичь Ла-Манши, и империя не может отдать плацдар, и никого не интересует мнение 17-миллионного населения ГДР, которое первое восстание за объединение Германии поднимало еще в 1953 году, 17 июня, ты известна, вот, трасса в Берлине длиннющая, Сипсельд июня, да, и тогда уже стоял вопрос, что же с этим делать, с этим их стремлением к объединению, ну и тогда же стало ясно, что все равно все держится только на советских штыках, потому что все руководство ГД просто сбежало в советский штаб, да, в общем, ну, люди на какой-то момент, собственно, вот это 17 июня фактически захватили властным, самочинным образом, да, ну и здесь весь этот, весь этот сюжет, собственно, говорил с этим первым перебежавшим, который стоял на часах, когда еще проволока обозначала будущую стену, а это один из первых погибших, самый первый погибший, он пытался переплыть канал, по которому граница проходила, это, по-моему, вторая жертва через эту же проволоку, ну и это известная история, когда какие-то подъезды выходили в восточный Бюрлин, какие-то в западный, ну, какие-то в западный выходили окна, и из окон, значит, все-таки убегали, как-то, потом эти окна замуровывали, а потом здания эти снесли, создав эту, да, ну и апогей этого самого кризиса, когда к Фридрихстрассе, вот на 9-й Чехпон-Чарли, подошли американские танки с боекомплектом, ревели-ревели, всем своим видом демонстрируя, что они готовы снести эту хлипку, тогда еще стену, с той стороны подошли советские танки, вот они ревели друг на друга сутки, и, в общем, в конце концов американские танки ушли, вот они так, и в результате, значит, стена простояла с 61-го по 89-й, вот, 28 лет со всеми этими сооружениями, со всем этой системой, и до сих пор, собственно, город так и не, и не сросся в этом месте, каждый раз бываешь, где-нибудь там, оборудование, подстанных плац, я понимаю, что это рубец, который, ну вот, видно, что все новое, и оно так и не обжито, оно так и не, и не срослось, нормальным образом, да, давайте второе видео включим, и тоже сразу остановим, да, и буквально в 62-м году другой такой имперский сюжет, тоже в него войдем, это предыдущий разворот перед этим самым сюжетом, ну вот, к вопросу о том, как все дорого, и ничего не дешево, там уже точно, да, в 62-м году, среди всего прочего происходившего, Советский Союз пиратский скопировал шведскую линию разлива шедкости в пакеты, не имелся в виду молоко, соками велика лежала не было, значит, это, и нынешний, почти что монополист такого сорта упаковки, это тетропак, да, вот это шведская, да, только они теперь параллельные беды, а тогда это был тетрабрик, и были это пирамиды, значит, ну, то есть, купили одну линию, ее разобрали и решили, что будут делать такие же, зачем валюту тратят, но поскольку гражданское машиностроение было слабое, отечественные материалы плохие, плюс, как всегда, экономия на технологии стали не запаивать эти швы, как у шведов, а заклеивать, пакеты эти безбожно текли до конца социализма, все 30 лет, и, значит, целое поколение советских филитонистов сделали карьеру, рассказывая про то, как вот молочные реки текут в соответствующих отделах советских гастронов. Поскольку перейти таким, да, они были в таких коробах, и, значит, нужно было так брезгливо берешь за эту макушку пирамидки и встряхиваешь. Капли летели всегда. Но важно, как говорила моя бабушка, чтобы не щурила, не прямо ручейком. И в силу того, что на эту ненадежную тару вся страна перейти не могла, вот продолжалось выпуск. Ну, вот это часто бывало, бессмысленное многообразие ассортимента того, чего все равно не хватает. Поэтому были еще вот эти бутиково теперь выглядящие бутылки, которые с разноцветными крышечками, и там зеленые это кефир, а темно-розовые это сливки. А хозяйки постарше признавали только разливное молоко. Оно им казалось настоящее. Почему? Вот ежели не бутилированное, если не расфасованное, то оно настоящее, гонять невозможно. С того же молоко. Вот и сила тогдашнего сарафанного радио без соцсетей, без всяких появлений, ничего, все знали даже в крупных городах в какое-то укромное место, в какой час приезжает вот эта совершенно архаичная почка. И вот конечно это западная съемка, это getty image это британский такой фотобанк, потому что советская документальная съемка, и это очень большая проблема с тем, как показать какую-то сущность времени используя советскую официальную фотографию это практически невозможно, потому что вся документальная съемка официальная она в СССР была постановочной. Это не продавщицу ты сфотографируешь, а вот тетю Машу в роли продавщицы, то есть ее вот надо бы развернуть, полоток дурацкий красный снять, там сзади будет производственный фон, она примет какую-то героическую позу, наверняка она вчера была предупреждена уже на эту химзавивку какую-нибудь там сходила на перманент, вот, и вот она так вот героически смотрит, да и подпись, когда уже 25 лет работает, отвела в жители микрорайона хорошо знают ее отзывчиво продавцат на фото двоеточие МП Косых, вот тогда это работает, а это что, задворки действительно, они спиной, вот эти масляные пятна обязательно, ну вот к вопросу о гражданском машиностроении, все текло, вот где машина стояла, там она течет, вот это масляное пятно на асфальте или на грунте, да, ну и конечно изящество оформления рабочего места, одна не на ПАПа поставленный ящик, это значит сиденье, другой на ПАПа поставленный ящик, прилавок, на который ставят битончик, как бабушки говорили, да, давайте воспроизведем, да, и вот что важно, что в той же стране тогда же, в 62-м году Ландау получают Нобелевскую премию за свержитки гели, это другие взаимоотношения со Швецией, но тоже в общем соотношения, да, а это советский корабль вывозит советские ядерные ракеты с Кубы, потому что в сопровождении американского корабля и американского самолета, потому что когда завозили эти самые ядерные ракеты на Кубу, этот момент американцы прошлемали, и он зафиксирован не был, вот считается, что тогда человечество было ближе всего к ядерной катастрофе, это в 62-м году Хрущев, как он напишет потом в меморах, испугался, что Кубу мы потеряем, в смысле, что американцы не угомонятся, да, давайте притормозим, и свергнут режим Фиделя Кастро, и поэтому, как в тех же меморах Хрущев написал, решил он запустить американцев штаны ежа, то есть вот завести эти самые ядерные ракеты, называлась операция Анады, чтобы никто не догадался, в тропиках на столице Чукотки, вот, ракеты эти американцы обнаружили уже установленными и нацеленными, они во втором своем радиусе достигали Нью-Йорка, а в третьем покрывали большую часть территории Канады, это вот докладу который вот это засет. Эскалация стремительная кризиса, очередной американский самолет-разведчик над Кубой советская ракета сбивает, и тогда Кенни решает косить эти все установки, и в Кремле понимают, что зашли слишком далеко, уже по радио без открытым текстов предлагают, что мы согласны вывести оружие, которое вы считаете наступательным, вот до последнего запираться, их там нет, вы считаете, ну ладно, для удобства вашей терминологии вы считаете наступателем, в обмен на вывод американских ракет из Турции гарантия ненапридения на Богу, ну и стороны садятся за переговоры, но новоявленный только что обретенный свежий союзник Фидель Кастро, он не отличается ГДМ с дисциплинированностью, он спылин, вот, он полагал, что завезя ракеты все-таки по нее шандарахнут, вот, а теперь их увозят и он остается голеньким, и в переговорах о Кубе Кубе не принимает участие, и никакая это не остров свободы, так остался сателлитом, только поменяла хозяина, и, значит, успокаивать отправлен, был главный советский специалист, поделикатным поручением Анастас Иванович Микоян, ну и, видимо, тут вот на берегу океана он говорит ему, что тебя федя не пзди, мы договорились, что больше они к тебе оттуда не приплывут, да, давайте распроизведем, эти пустышки, они стоят, как сами установки этого музея революционной армии Кубы, ну а что ему оставалось сделать, оставалось подчиниться и действительно стать уже заговорочным сателлитом, поэтому Кубу проразглашают социалистической страной, заводится тут же коммунистическая партия, Фидель до этого не помышлял, а теперь он ее уже возглавляет, его сделали героем Советского Союза, и поется песня, такой гимн советско-кубинской дружбы Куба «Любовь моя», потому что так работает в тоталитарной системе ну вот все этажи, вот, пожалуйста, Куба «Любовь моя», это его огромный полуторамесячный визит, кругом эти митинги, это 100 тысяч человек в Лужниках, вот тут сидит все советское руководство, а Фидель значит часами патрио-мертес, социализмом мертвен середус, давайте притормозим, значит, в общем, поступает Куба на полное советское удовольствие, потому что санкции не сняты даже до сих пор, но в результате режим продержался, братья Кастро порогравили 65 лет, 65 лет, в результате тех договоренностей, собственно говоря, и от детского питания до железобетонных конструкций, от сельхозоборудования до оружия, все, разумеется, советское, потому что это была странная империя советская, митрополия все время доплачивала за счастье обладания колониями и в принципе жила хуже колоний, и каждый, кто бывал в Восточной Европе в советское время, знал, что даже болгары живут поприличнее наших, которые считались самым низким сортам соцлагеря европейского. Да, а обратный поток с Кубы невелик, сигареты портогаз не нравятся советским курильщикам, кубинский коричневый сахар тростниковый, как будто грязный, не нравится советским хозяйкам, вот, и на самом деле, вопреки представлениям о такой империалистическом духе, который живет внутри глубинного народа, вот то, что было у Слуцкого, величием удовлетворен вполне, зарплатой удовлетворен не полностью, вот, про народ, да, и вот эти сегодняшние, эти всевозможные демотиваторы, веселые, когда там, не знаю, крыша рухнула, изба покосилась, забор упал, в огороде бурьяна все по расходу стоит в оболе, лишь бы Асада не свергли. Да, вопреки этому, вот, такое, мещанское, обывательское, политичное, вот, с ним все время поровались, с этим распространенным, вот, таким типом советского отношения к политике, обывательского, вот, было, что, мол, всех кормим, поэтому сами без штанов, это было такое стойкое убеждение, винить, вот, эти все имперские амбиции в том, что, чего-то там дома не хватает, поэтому песня была в зло переделан, значит, Куба, любовь моя, остров Зари Багровой, песня летит на планеты, извиняя, Куба, любовь моя, это было, Куба, верни наш хлеб, Куба, возьми свой сахар, нам надоел бородатый Фидель, Куба, пошла ты нахер. Да, пожалуйста, дальше можно воспроизвести, но это вот, опять-таки, для полноты картины, это последняя хрущевская атака на церковь, но там и к нутаму пряникам, поэтому придумали советскую красивую обрядность и возникли дворцы прагосочетания, чтобы были красивые, чтобы не венчание было, а вот так вот брачующиеся, да, и дворцы-малютки, когда вот ребенок записан, да, и давайте притормазим, записан там не у Господа Бога, а у города Герой Ленинграда и получает памятную медаль с Лениным на броневике. Значит, в 63-м году приняли на кошт, на полное обеспечение острова Свободы Кубу и всего через 2 года найден новый плацдарм, где можно, значит, упираться с Америкой. Очень удобный. Вьетнам, потому что Северный Вьетнам уже коммунистический, столица Ханой, правит там выпускник, был такой вуз в 20-е годы в Москве, Коммунистический университет народов Востока имени Сталин, он же считался специалистом по национальной политике. Вот, Хо Ши Минь, выпускник этого самого Коммунистического университета. Ну, такой нормальный в Сталинке, вон они все в Сталинках под собственным портретом. Все как должно быть, социалистически, может быть. Все как у людей. Вот, как раз, да. А Южный Вьетнам, его поддерживает Америка, и там столица Сайгон, и поэтому там режим сайгонских марионеток. На десятилетие в советском лексиконе марионетка это не про кукольный театр, это сателлиты США. Да, и вот, ну, типичная сайгонская марионетка, его, хозяин. Это там американские стервятники, так называлась авиация, а это добрые советские истребители передаются. И вот Хрущев первое лицо мужественное число, да, Кубу мы потеряли, да, а тут отстоим Вьетнам, мы отстоим, вот, наши, мы будем отставить. Да, давайте воспроизведем дальше. И действительно все же получилось, то есть вот империи бодались, бодались, и Вьетнам же объединился под властью коммунистов и презренный Сайгон переименовали в Хоши Мин и до сих пор так, потому что сам дедушка Холм до этого не дожил. А еще советская пропаганда троллила антивоенное движение, что антидародная война, и это действительно была первая война, остановленная общественным мнением. И совершенно не боялась советской пропаганды, что а ну-ка наши тоже подумают, что можно протестовать против какой-нибудь войны, которые ведут правительство. Ну а это для полноты картины тогда написано последняя электричка и эти глаза напротив. Да, остановим, которые были переделаны в эти глаза не против. Все время все переделалось, потому что так не хватало юмора, что ну не было большого советского шлягера или какого-то присловия или какого-то лозунга, который не был бы переиначен каким-то там скабрезным или каким-то таким с легкой мантисоветским дужком образом. Потому что ну не на чем было смеяться. Очень трудная такая безвоздушная атмосфера из-за этого. А это значит в 65-м приняли в Вьетнам. И вот оно империя, на которой не заходит солнце. Если заходит на Кубе, то оно уже встает во Вьетнаме. видео есть известное. Тогда какой-то мальчик лет в сети наверное. Ну какой-то вундеркин победитель чьей-то Олимпиады очевидно по географии и Путин вот его приобнимает как-то он так любит с детьми и с добрым ленинским прищуром как-то раньше а где заканчивается граница России и мальчик так-то бодро вот Бернигов пролив полуостров Чукотка конечную территорию Российской Федерации дальше полуостров Аляска начинается Соединенные Штаты границы России нигде не заканчивается вот оно это счастье а всего еще через два года найден новый плацдарм в 67 и какой подали с Соединенными Штатами и подлинной миссии империи Ближний Восток стратегическая точка всей планеты и Америка стоит за спиной Израиля Советский Союз за спиной арабских стран кратическая прокси-война мерится чужими руками очень очень удобно вот но в шестидневной войне 67 года Израиль по очереди громит всех советских союзников и на десятилетие превращается в худшую для СССР страну на Белом Свете и поскольку это американская марионетка и разговаривать о нем нужно с самой Америкой а он-то кто поэтому типотношения разрываются зачем они мы их вообще с ними иметь понятно что дела решаются в Вашингтоне да и поскольку пропаганда и тогда и сейчас это то блюдо которое нельзя пересолить как страшнее всего по-русски можно назвать неприятеля фашист нацист вот основополагающие установочные такой фирьетон в крокодиле то есть юмористическом приложении газете правда Маше Адольфович Даян про тогдашного министра обороны Израиля вот он входит в Иерусалим который бит у иорданцев соответственно ну а тут что стесняться и звезды Давида и фашистские кресты и руки в крови по локоть и тефтонский крест и все такое в общем это там задолго до рождения Зеленского первый же Дабандеровец вот оттуда это все собственно и происходит да и он глаз потерял на Второй мировой войне воюя с вишистами то есть с французскими союзниками Гитлера а тут ему на шлепке пришпандорин это эмблема дивизии СС мертвая голова да тотенков да это у Высоцкого был какой-то там передовой рабочий а еще Маша Даян сука двоглазая а у Галича наоборот передовая работница да этот текст израильская военщина известна говорю всему свету как мать говорю как женщина требую ее к ответу это вот эти митинги которые позорили израильскую военщину как будто как-то могли на нее воздействовать да и свежая задача советской пропаганды впервые нужно создать образ женщины яснепо до этого это были плохие иностранные мужики вот а тут уроженка Киева что особенно мерзко конечно последствия посол в СССР потом министр иностранных дел потом премьер Голдомир которая вот советском городском фольклоре воспето приисковской Минсиду и Равнение моря Горде Вельголдомир ну и для полноты ситуации тоже да вот последний ну первый фильм Станислава Говорохина и первый раз Высоцкий на экране в большой роли и поет и свистит и вот так работает тоталитарная система опять-таки создания звезд поскольку все смотрят одно и то же и одновременно и ничего другого смотреть не могут что если это тоже увиденное хоть сколько-то стоящее и совпадает попадает за резонанс с интересами аудитории все человек-звезда одномоментного появления что собственно тогда и случилось вот теперь про это все вот еще что важно сказать такого рода работа с диалогом с аудиторией она возможна только вот при нынешнем как бы это сказали в советском союзе возросшем уровне визуальной культуры населения потому что традиционно советская аудитория российская русская аудитория как он зовет за какой период не возьми всегда были ну такие вербально привязанные скажем так все должно остается словом слово и есть дело и вот надо сказать и все объяснить проговорить и каждый кто не знаю школьником был фотолюбителем знать нужно было без конца снимать своих каких-нибудь там теток а у них было критерия было два либо что-то плоховато на этой карточке у тебя вышло или хорошо у тебя на этой карточке вышло и бессмысленно было ну никаких других суждений визуальную информацию люди считать не могли вот и все такая особенность восприятия было ну еще конечно отвратительная полиграфия советская ну в общем все тут наложилось и только сейчас ну то есть скажем с 2005 например года когда все снимают ну хотя бы на телефон значит понимают построение кадра понимать что такое поймать мгновение или не поймать передать настроение зафиксировать его или упустить и чем отличается картинка та которая видит глаза от той что потом получится на снимке ну и прочее прочее и вот тогда уже есть смысл теперь платить лучшим фотоагентством и покупать права на снимки лучших мировых фотомастеров и давать это большим форматом потому что ты понимаешь современный современная аудитория она эту информацию сочетает она это оценит это это все будет не напрасно да давайте третье видео включим снастану да это значит 67 год андропов стал во главе КГБ и вот во главе этой самой контор глубокого бурения как ее тогда называли он за 15 лет превратит свое ведомство во второй по важности после ЦК КПСС в Советском Союзе а себя во второго человека который станет первым в смысле после смерти Брежнего будет правителем Советского Союза и это заход в тему это разворот то есть это такой постер это больше А3 формат значит это фотография замечательного британского мастера Лентонис Вол как он это снял я не понимаю это вообще часто бывает с великими снимками когда ты не можешь даже технически понять как это возможно вот образ КГБ на десятилетие это так называемая старая волка как ее тогда называли значит в 71 году ее перестанут выпускать черная ну власть вообще была на черное а уж это ведомство тем более и вот даже когда он сидит понятно что крупный молодой мужчина стандартной такой славянской наружности тогда было неполитковик можно было и так говорить стандартным костюм и этот пристальный взгляд из черной воды вот это недремлющее око главной организации страны наступают 70-е годы вот тот самый застой когда романтика 60-х сменится разочарование цинизмом и строй будет подтачивать ржавчина изнутри и внутренние жандарские функции спецслужбы они станут ну вот скрепами на которых собственные держатся строй и сохраняется статус-кво да давайте воспроизведем дальше ну и тут все конечно настроение работает это изморозь на машине на этих на стеклах у меня тут немножко стробит в том я нормально это совершенно это видимо 9 управление так даже нынешнее ФСО то есть автомашиносопровождение проходит сзади исторического музея там указывается Василий Блаженный вот грязный сугрок ну в общем все все сюда все все в кассу как он ядерно скинул глаза на какого-то ну явно иностранно одетого иностранца да давайте притормозим ну и что вот без этой фотографии объяснять этот весь огромный феномен да ну без того чтобы создать настроение ну невозможно иначе это не эмоционально это ну ну скучно сухо да вот просто сухомякно действительно такую информационную потому что ну еще ну есть там одна буквально фотография Андропова хотя бы на кодек для того чтобы в нормальном цвете сегодняшнем было но есть эти страшные корочки КГБ СССР которые показались вот так никогда не раскрывались вот так вот раз такая бордовенькая мелькнула и все от этого дрожали даже милиционеры а уж просто обрабатывали кролик переду дам ТАСС уполномочен заявить советский известный шпионский такой сериал их без конца при Андропове снимали именно прославляя госбезопасность не указывается это стандартная была формулировка ТАСС уполномочен заявить не указывается кем всем понятно то есть тем кто сам многозначительно молчит а свои слова отдал ТАССу чтобы он балаболко там чего-то такое от него сказал да и вот вроде такие скучные советские фронтальные снимки ничего такого особенно видового вот это тот случай когда только словами можно донести слова фотографии ничего не доносят а словами донести можно значит когда переносили столицу в Москву то ЧК из Петрограда с Гороховой улицы которая потом в советское время переехала на площадь Лубянка где стояли два здания такого русского модерна с легким покушением на неу-готику страхового общества Россия два длинных здания одинаковых почти ну и в одном стиле между ними проходила улица Малая Лубянка и так они сидели сидели в двух зданиях соседних ну как-то там видать бегали нижний может быть даже там подземный ход был у них прокопан не суть в 38-м году Берия стал главой КВДС и тогда это заказали академику Щусеву известному архитектору который в том числе автор Мазолея Ленина и он там как-то то ли для отвода глаз то ли там чей-то хитрый замысел в такой невинный детский цвет вот это все такое сделать соединить это два здания в одно до войны не успели до войны сделали чуть больше половины вот видите посередине часы вот до них они дошли а это так и осталось и потом от Берии до Андропова 30 с лишним лет это простояло не то перестроено потому что не было следующего такого могущественного руководителя спецслужбы это прождало известную присказку что до революции здесь был страх а теперь кус ужаса ну вот и все понимаете вот советской фотографии нужно нужно рассказать вот такой абзац для того чтобы вытащить из нее хоть какой-то смузысл потому что по картинке она сама по себе не работает но это прекрасная вещь криппленц синтетика которая изображает для себя шерсть считается что не мнется вот поэтому не нужно отпаривать брюки там можно воспроизвести дальше потому что стрелки тогда обязательно должны были быть но накапливается статическое электричество поэтому в СССР из криплента стали выпускать антистатик а его стали пить внутрь это обычные побочные побочки плановой экономики то есть есть сумма товаров которые не выполняют свою функцию но их замещает давайте здесь притормозим но их замещает да но их замещает использование других товаров не по их назначению вот то есть есть телевизоры которые не показывают и холодильники которые не холодят а зато вот ну был такой анекдот что такое жужжит летает в ухо не залетает правильный ответ советская летающая жужжалка для залетания в ухо ну то есть она вот свои функции не выполняет зато антистатик можно принимать внутрь ну заширились да это самый великий фотограф всех времен народов Африк Артье Брессон 68 год студенческие пункты во Франции ну они тогда по всему западному миру гремят ну вот во Франции особенно они красивые естественно это уже студенты захватили Сарбону поэтому на колоннах Ленин и Мау и там на дверях надпись Христос был революционером но тут сидит современный революционер прямо в белом Аландо Ломовском плаще и кстати с этими со стрелками на брюках все прекрасно и туфли хорошие и стрижки и все зашипись да в это время в Америке это все эти вудс такие этот ужас хипарии какие они грязные да в какой антисанитарии чем они занимаются в своих палатках на голой земле вот а тут такое значит Франс Элеганс вот это тоже очень важно для того чтобы вот столько там понаписать очень важно эмоциональное ощущение вот этого образа гальзоня потому что действительно студенчество с того времени это революционный класс это передовой такой это посланцы из будущего вот визионеры такие и до 68 года до вот этих студенческих пунктов в принципе молодежь это было во всем мире второй сорт власть деньги влияние ответственность опыт все 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 у пожилого поколения и оно правит а вы молокососы до вас дело дойдет ну и так далее а тут они свергают в конце концов деболя это вот демонстрация больше миллиона человек на сельских полях это свелка прямо с триумфальной арки и вот тогда с того времени все должны молодиться неприлично быть пожилым нужно значит все ухищрения косметологических до бодрости духа гранцы и пластики это это все оттуда пошло даже мода раньше она была на зрелых леди диор как у шанель да а тут когда эти крючные костюмы мини-юбки это все на девчонок и так с тех пор вся мода является только молодежной а остальные там значит задрав штаны в прямом и переносном смысле слова должны бежать за этим комсомолом сколько им позволяет смелости и фигура это вот родилось тогда да давайте воспроизведем и вот видите это еще это весна лета 68 это еще мода на левизну это еще мода на социализм вот такие вот коммунистические вожди могут на сарбоне вот с осени 68 стремительный уход этой моды вот социалист будет уходить из моды потому что до этого времени он кажется действительно альтернативой капитализму и кажется что это развивающийся строй который что-то там себе генерит и действительно правозвестник будущего и с чем-то там он справляется лучше и цветет и меняется и прочее и в том числе тогдашний любимец всех левых в мире это реформа в Чехословакии так называемой социализм с человеческим лицом Александра Дубчика но империя в конце концов не может вынести этих экспериментов и вводом в войси Чехословакии показывает что нет только сталинский бывают социализм только вот казарменный более того конкретно это казарма советской армии ну и опять-таки имперская идея это так называемая доктрина Брежнева в пограничном суверенитете то есть ладно все ну в отличие от Сталина и Хрущева мы так прямо не влезаем во все дела давайте здесь притормозим и мы считаем вас за границей и у нас есть ваше посольство а у вас наши там да но это опять-таки присказка народная была курица не птица болгария не за границей венгрии не за границей больше не за границей все кроме как раз чехословакии потому что в общем во второй это ровно то какое отношение сегодняшней сегодняшней власти России к бывшему союзным республикам то есть ну да но формально за границей ну всем же понятно что Беларусь это как Балгария но какая-то за границей и прочее со всеми вытекающими отсюда последствиями это было кстати сказать ну как вот Медведчук в нынешнем да в этом самом понимании или там Денис Пушилин какой-нибудь да это Васил Билек секретарь ЦК партитчика Словакии который тайно подписал ну формальное пригласительное письмо для советских войск ну и понятно что этот вход был бы в его пользу но поскольку возмущение было столь велико что он не посмел себя предъявить как здоровое село общество это трудный для родины час принимаю все он как полагается сателлиту просто сбежал советское посольство и значит и там дрожал а это был такое читательное бюро Мазуров который под фамилией Трофимов туда прилетел в посольство сидел координировал там всю эту политическую систему это понятно политическую смену это понятно фотографии франц-пресса сошли этот пресс в основном это единственная чекрословацкая официальная фотография которую я нашел и очень этим гордился это последние мирные встречи Брежнева с Дурчиком вот с этим чехосландским реформатором они были в таком момент городке Чернино-Птицы прямо на границе система была вот какая к вопросу о тогдашних политических нравах поездом с советской территории утром въезжали и вот в этом городке проходили переговоры вот они с этого провинциального лазарчика выходит кто-то вихот но там Дэнни влезло по-словански да ну я вот решил это выход они не нашли да и поговорив уезжали ночевать в вагонах советские вожди на советскую территорию а наутро приезжали да давайте воспроизведем дальше ну и понятно это карта вторжения операция Дунай там принимали участие венгры поляки отчасти ГД болгары и отчасти ГДР но в последний момент решили что немцам не надо особенно показываться а то были слишком похожи на вторую мировую войну вот это да давайте притормозим и вот был единственный фотограф который чехословасский который снял и тайные эти пленки были вывезены в Вену проявлены отпечатаны контрольки раздали по странным мировым агентствам это Йозеф Куделко вот эта фотография вот эта драматичная фотография есть такая золотая медаль Роберта Каппы это был фотограф снявший ну просто чуть ли не все войны 20 века был венгерский еврей по фамилии Фридман Робертом он действительно таки был А Каппа это его прозвище которое ему придумал Хемингуэй на испанской войне вот в испанских книжках Хемингуэй он там часто упоминается и это было в 69-м по итогам 68-го года первое и последнее анонимное награждение чехословацкому фотографу снявшему серию вторжения потому что Куделко сам еще тогда был в Чехословакии и Гуина огласили потом да а это схроны с оружием западным это на самом деле подставка ГБ потому что частью тогдашнего объяснения разумеется было что это убеждающий его еще бы сутки и там бы было надо а для того чтобы подтвердить это схроны с оружием которым собиралась уже воевать какой-то антисоциалистической подпули в Чехословакии на самом деле сами само ГБ ввезло само же и обнарод мне первый раз проект сказал спасибо большое вот пожалуйста давайте проведем дальше вот эти прекратим вот эти как-то надобное голосование перенесем все-таки бюллетени на избирательные участки потому что вы все-таки пишите записки даже не видел подходил или кто-то до сих пор мне впервые про это рассказал войцах ярусельский такой правитель польши я не дважды было интервью когда он был уже неудел он тогда в 68 был министром обороны больше ну и вот они таким образом таким образом там принимал участие и он говорил что даже тогда это никак не билось вот ну как-то ну слишком слишком гладко то есть советская сторона говорит что через сутки было бы надо через сутки было бы надо а вот и схронно западным оружием но говорит даже министр обороны больше не имел права задать такой вопрос советского министра обороны который тогда это был гречки только что умер малеворский и это это ярусельский который советских лагерях сидел он был билингов прекрасно владел русским на Алтае я свалил потом рязанское училище закончил и все кровью все искупил и доказал так что нельзя было усомниться в официальной советской версии да давайте воспроизведем дальше еще в этом 68 году судьбоносном кстати упомянутый хемингуэй за один год выходят все 4 тома собрания сочинений хемингуэя это редкость обычно это тянулось годами вот и то что было фрондой такой полузапретной самая-самая американская литература вот американистей некуда это вдруг признается живой классикой советский союз тогда еще не подписал женевскую конвенцию по авторским правам ну и потом к ней относился очень свободно ну а тогда совсем ничего не соблюдалось и самый известный портрет хемингуэя в первом томе собрания сочинений да давайте притормозим воспроизводится просто пиратский более того ну спрос огромный мода несусветная книга торг еще стал эти портреты тиражировать то есть на такой картоночку не толстую наклеивались они и сверху покрывались какой-то такой чуть-чуть липковатой пленкой это добро значит висело на стенах или вставляли между стекол книжных стеллажей и это был показатель начитанности дома все это вместе называлось старинах вот это был страшно загранилим вообще 2 оборот это вдвое заграничнее чем одно оборотное тогда тоже модный новый свежий такой фамилии так вот здесь конечно я думаю что это вообще первые в России официальное воспроизведение этого снимка это такой юсуфкаш замечательный был армянин по происхождению работал в Канаде и он снял облана против с того времени может быть знаете такое подбочение стоит Черчилль например жилетка по жилетке ну понятно сигары все дела вот и цепочка для часов по прихоте ну просто вот напуглите там Черчилль портрет вот первым уже вылетит этот самый кашель да а здесь видите какой даже видны веснушки на черно-белой фотографии вот какого качества понятно что это стеклянная пластина этот прям да и сначала я когда получил хай-рес то есть высоком разрешении а там к этому сопровождается большая история хвостом тянется при покупке я подать и понимаю что это Куба и поскольку был в этом доме Хемингуэйна Кубе там и сейчас нет кондиционера более не было как в предыжаре и вреды влажности вот этот свитер страшный и вот почему-то и опять в него вглядевшись наконец обнаружил может потому что впервые видел его без этого двухруплевого подворота когда на картонке это наклеивался замшевая вставка ну что такое это же всегда казалось что это грубая какая-то вязка крючком жили-были старик у самого синего моря и значит старику связал а он такой капитан ветреный как скалы помесь не знаю норвежского лосмана с канадским лесорубом вот оказывается это Кристиан Диорл подарок тогдашной четвертой жены которая до того была горда что Карш это взял что и это тоже попало в историю снимка вот но тьмой низких истин нам дороже у нас возвышающий отман образ человека страшно битого жизнью не сломленного передает прекрасно а то что при этом оказывается использовался гламур ну в общем не имеет значения да так что прекрасно я вот даже сейчас смотрю это конечно да на чистом сливочном масле сделано это не это не электронная чернота это же надо было выстраивать черный кабинет два дня только они чем-то объявили какой-то тканик и боролись с кубинским солнцем для того чтобы только свое освещение да давайте дальше воспроизведем это комсомолу до полноты картины 50 лет комсомолу и они тогда придумали в 68 году писать письма потомкам тем кто будут справиться столетия комсомола и поскольку это все в капсулах замуровывали в какие-то стеллы то в общем ничего не пропало и с некоторым удивлением в 2018 году вытащили и почитали про счастье Чугуна и Сталина тоже население в стране и все такое прочее да и вот чем как посрабляет себя настоящее которое представляет будущее они там все не под копирку по велению ну не представляет человек качественного рывка вот тогда не знаю 5 космических кораблей в год американских и советских вместе взятых они допишут что у вас там будет 500 ну типа никак они не могут представить будущее что будет через 50 лет будет то же самое как сейчас только больше да давайте притормозим и вот последнее в этом последний такой случай фотографии как ценности как способы рассказа в последнем собственно году в 70-й год это Вилли Бранд впервые социал-демократ Каннсгер в ФРГ и он в один этот год 70-й начинает свою восточную политику он разом мирится со всеми ФРГ признает ГД до этого представьте 25 лет они друг друга поливали чем угодно считая себя настоящей Германией а это просто историческое недоразумение какой-то там режим и так далее и все оспаривали почему было важно вернуть Тресенскую галерею потому что там должна быть национальная галерея ну наш ответ на пинокотеку мюнхенскую должен быть да где вот Гёте и Шиллер они на ГДРской территории ну и какая Германия без Гёте и Шиллер называется ну и вот таким вот образом и да страна просто признали друг друга и в результате кстати ступили в ООН а до этого ничего и не могли они были непонятно кем вот и это первая германа-германская встреча она была в Эрфурте и это обыватели ГДР вудсу посмотреть на то как выглядит человек который привычно называет своим канцлером да потому что устали они видимо от первого лица в виде первой секретаря цикаком партии нет социалистической единой партии германии цикаси т.п. вот никакого Хонекера они конечно не признавали он встречался с премьером это такой Вилли Штоф это вот их ответная встреча в том же году по-моему в Касселе да в Касселе ну и самый известный пример этого примирения и вот жест это в Польше когда канцлер Германии встал на коленях в варшавском гене перед памятником погибших ну тогда все еще люди вышли из Второй мировой войны она так или иначе касается каждому и является каждого и является частью биографии и это конечно было потрясение но этот сюжет очень много где снят и с разных ракурсов я просто выбрал такой самый самый подходящий вот а я-то хотел обратить ваше внимание вот на эту фотографию значит примирение с Советским Союзом это тоже было очень важно еще нет никакой вот этой репутации западной Германии как великой экономики и великого экономического партнера вся эта сделка каструбы только-только состоялась в том числе благодаря Бранту и вот с этого начинается все эти газовая дружба прервавшаяся вот лишь в прошлом году да переговоры были в том числе на даче номер один да но это в репутации что в ФРГ это окопались там реваншисты недобитки фашистские в общем черт и что ну понятно что СЦР тоже поддерживал ГДРовскую версию взгляда на две Германии переговоры в том числе на даче Брежневской в Крыму в Минскоре так по словам и даче номер один Леонид Ильич как известно был не шибко работоспособным человеком в какой-то момент он смолился и сказал что все я узнал верить на их упаться на что значит делегация ФРГ сказала что это незначально ни в какой программе федеральный канцлер не забирался никаких волнов принимать у него нет окупальной принадлежности вот на что со свойственным простодушием Брежнев сказал что у меня было вахно вот так что в Брежневском бассейне и в плавках Брежнева канцлер ФРГ вот и и этот снимок тогда никуда не пошел значит у Брежнева был личный фотограф Владимир Мусульян царство ему небесное покойное ныне я его хорошо знал много раз встречался много раз смотрел его архивы он он был формально корреспондентом ТАСС и он снимал официально ну и для дома для семьи тоже вообще все фиксировав ну и все понимали прекрасно что идет в ТАСС является официальным снимком там наверняка было официально протокольный какой-то они там пожимают руки у вот этой крымской резиденции где-то там стоят на крыльце все и это в ТАСС ушло тут же там через там считанные минуты вот а такие вещи ну конечно там сколько-то отпечатков сделай может быть даже подарили и немцам и осталось там у Брежнева в доме но негативы такие они оставались у нас у Ильяна это нужно знать что они есть эти негативы потому что это права сейчас приобретались у наследщиков это вот такая штука да вот все это про фотографии да и последний сюжет который я хотел вам рассказать в связи с в связи с томом это связано с москультом мое глубокое убеждение в массовой культуре эпоха себя проявляет ну как-то особенно прямодушно особенно как-то ну вот все понятно какая-нибудь там не знаю песенка я люблю твой ясный взгляд простую речь я люблю большую дружбу наших встреч это не мы не можем теперь понять большая дружба это что и включает ли это секс да это тогда написано и тогда были такие представления как сказать красиво большая дружба наших встреч вот наблюдая за этим всем за в этих непрестанных попытках соединить официальную историю с неофициальной я периодически прихожу к каким-то там квазинаучным открытиям законам или по крайней мере закономерностям один из них очень дорогой звучит так чем строже диктатура тем слаще тенора был невероятный бум лирических теноров в довоенной Германии в довоенной Италии вот вот этот такой зализаный парень во фраке который сейчас ну он сейчас из моды вышел но лет 10 назад очень звучало который пел вот этими нарочитыми тенорами в том числе то есть I need a thing ups I need a thing ну вот этот макс рар как? макс? рады а вот почему-то вылетел из головы фамилии помню что Макс он даже в Москву приезжал вот это нарочиток и это не очень понятно в каких-то вещах кажется забавным но когда он просто в ноль воспроизводит ну это просто как-то расходится то есть ясно что придурает а зачем не очень понятно да вот и в Советском Союзе это был очень длительный процесс это и послевоенное время и вплоть и позд и довоенное время и послевоенное когда такие ну данные с запросами интересующиеся музыкой и уж в особенности вокальной они в общем делились на две непримиримых партии это либо лемешистки то есть поклонницы Сергея Лемешина либо козловитянки то есть поклонницы Ивана Козловского это два лирических тенна большого театра и еще была куча народу на эстраде и даже хор Александра вот когда калинка вот жутит это тогда вот так вот это лирические тенара что остается от эпохи от эпохи остается стиль вот понять тип этого звукоизвлечения утрачен это просто непонятно как это делалось и зачем вот эти стандарты когда не знаю пять чайных ложек вот в такую кофейную чашку вот впухать вот это вот все светит солнышко на небе ясное цветут сады шумят поля Россия вольная страна прекрасна ну и так это это но это все равно максимум две ложки получается это 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 не попытка петь вообще это не имеет отношения ни к вокалу ни к чему-то это вот передать и все это и это не только лирика это же и официоз таким же образом исполнялся там в той же письме это был Лемешев да они еще они еще это все тянули знаете вот как в детстве ныряешь вот больше минуты под водой пробудешь да вот они было такое ощущение что этот распев они они соревновались буквально Козловский с Лемешевым там значит сейчас так в пол ноги и с другим конечно темпом результате ну а Шесилия молодецкая нету край конца богатырь и равноброд советский славит Сталина светит солнышко вот это это к тому что когда меня в очередной раз пилят за мой старый проект старые песни окна но мы извините за эту футологию я каждый раз сказал это всего на всем песни это такой стиль это вот сейчас российские суды выносят приговоры за исполнение о юлузии червоноколына это вот ровно то же самое вы учитываете в песне не песню а что-то еще но это вопрос вашей испорченности если вы полагаете что там вот звучал думаевский значит здесь возвратился сколинизм давайте давайте четвертое видео включим и сразу его оставим да это значит сейчас про песенки как раз 63 год в советском союзе введены эти спортивные разряды по туризму то есть вот по такому вот шаганию безцельного рюкзака вот потому что это опять-таки к вопросу о чистоте романтики о порыве 60-х годов вот новая жизнь чистая честная на новом месте желательно не изгаженная ложью больших городов вот все вот предыдущие периоды ну вот такая романтика зовущая дорогу это целина освоенный строй в Сибири в Антарктиде стали начать все зимовать вот ну и тут соленый поступь походного шага в самой доступной форме уйти на просторы и самое главное это горизонтальные связи между людьми это гражданское общество таким образом собирается это по интересам встречи здесь не начальники и подчиненные здесь ну и плюс формула производительства труда при социализме была 120 зато ничего не делали не важно кем ты работаешь важно как и с кем ты проводишь свободное время да можно дальше воспроизвести да опять-таки на всех этажах все заняты одной повесткой вот спрос такой что профсоюзы там создают эти секции на предприятиях туристические там вот куском спорт разрабатывают какие-то методики прокат маршруты целые значит инструкторов целые школы да и давайте здесь притормозим а в это время ну поскольку это самодеятельное движение идущее снизу ведь важно что и и песни должны быть самодеятельными да это правильно это искренне это вот true выражаясь нынешними понятиями и чуть ли не первая любительская песня такая оплетающая всю страну люди идут по свету им вроде немного надо была бы прочна палатка был бы не слушан путь то есть я буквально движение все цель не что примерно того же содержание значит и тогда же а не еду а еду за я еду за туманом за мечтами за запахом тайги да тоже прекрасно а профессионалы слагают опуск по всей земле пройти мне в кедах хочется увидеть лично то что скрыто вдалеке а ты пиши мне письма белки и почерком поскольку места мало в рюкзаке куда она с невизной страной все время он войдет в одних кедах чем так забит его рюкзак она почему осталась нет это не назначение ну и понятно что привал важнее похода потому что заводить романы примечательной гитаре водочку попивать все-таки лучше не походя вот жизни байдарочников палаток тогда давайте воспроизведем это и это при этом это лояльность строю это романтика вот та которая потом будет цинизмом 70-х и уже полного разложения 80-х это убежденность что вот оно молодое время и мы вечно молодые и ничего лучше не было и мы вот все предыдущее как бы отрицаем зачеркиваем да и вот здесь вот новая честная жизнь и да вот пожалуйста коммунизм это молодость мира и его возводить молодым и поэтическая эпоха невозможно говорить прозы понимаете вот молодой Евтушенко молодой Вознесенский Акуджавы среди них самый старший но и ему даже нету 40 вот и подобно тому как политический сюжет 60-х заканчивается вводом в возле Чехословакии вот Акуджавы тот же сюжет на примере массовой культуры вот это развенчание социализма да давайте притормозим именно Акуджавы советская интеллигенция то есть вот те кто его слушает самый преданный проходит огромный путь от последней любви к хорошим красным была Акуджава я все равно поду на то на то единственное гражданское комиссар в пыльных шлемах до первой любви к хорошим белым была Акуджава ваша благородие госпожа удача это добрая кому иначе для игрного сердца ну и так далее и так далее ваше благородие это благородство все годы советской власти до этого ишь какие ваши благородия ванна им нужна это претензия бывает отжившие классы а тут во всенародном фильме белое солнце пустыни эта песня доверена георгиевскому кавалеру по фамилии Верещанин таможенник которого играет Павел Успекай замечательный актер и поет эту песню да и произносит еще главную фразу русского патриота мне за державу обидно да и вот тут вот хороших белых от этого они просто пошли косяком все эти адъютанты его превосходительства служили два товарища экранизация бега Булгаковского где сочувствуешь уже всем уже не только Чернотин но даже Вешателю Хлудову и в неуловимых во второй серии значит Владимир Ивашов вот который играл в Балладе солдат и трепетного советского воина он тут играет трепетного белого офицера ну царского поручика который поет здесь отчизна моя и скажу не таян странство русское поле твой тонкий колоссов какое пролетарской мозолистой рукой это ссорная трава была выброшена с поля истории да ну все вот на этом закончилась романтика социалина дальше уже можно было писать даже новоделы за беликов которые самих беликов не было ну это не падайте духом поручек Голицын там в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут и никого по комсомольской линии уже не накажут да можно дальше воспроизвести прекрасная речь Махер Сучте 6 которая похожа на мех Косыгинская реформа это видимо единственная если и была выполнена пятилетка хоть одна то это была восьмая это Косыгинская реформа так называемый Косрасчет план по фактически реализованной продукции то есть вы все-таки производите то что хоть кто-то покупает в конце концов да но еще да важно конечно что технические все эти новшества они позволяют вот обращаться к широкой аудитории сравнительно клубы самодеятельной песни Крушинский фестиваль это Мастряковские озера тогдашней Куйбышевской области и здесь бардов-то десятки а слушателей десятки тысяч уже и в походы даже ходить не надо просто налога природы с гитарами и водочкой вот и ну собственно протестом было только у Галича давайте тормозить на секунду а в целом это ну такой ну то что я говорю вот это создание гражданского общества и зафиксировать вот эти горизонтальные связи которые успели сложиться вот возьмемся за руки друзья чтобы не пропасть поодиночке это было Гуджава а потом уже совсем отчаянно как здорово что все мы здесь сегодня собрались вот все кто есть вот это вот и все и вот мы друг с другом да это не пускается на телевидении не диражируется грамзапись но мы слушаем свое а не официально это вот максимальный возможный протест ну вот Висбург Городницкий там милая моя солнышко лесное выжму печки стоят сплошные хэштеги просто да можно дальше воспроизвести да ну и Гренада это еще интернационализм это был ансамбль Перенада и версии Берковского который считается чуть ли не 27 попыткой положить это стихотворение светлого на музыку вот Гренада 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 моя это тоже из того времени вот еще из технических новшеств конечно важно то что тогда музыка становится переносной то есть вот первые транзисторы и если у тебя есть музыкальный выбор то ты идешь и ему несешь и от вас страшаешь ему все округу а иначе зачем тем же гордиться надо давайте тут притормозим притормозим на секунду и еще будут потом магнитофоны с батареями очень скоро да это уже тогда совсем неограниченный кто чего знает запрещенное разрешенное ну вот оно орет да а это Дуард Хиллит тогда высшая форма даже тогдашний тогдашний в оптимизм вот к вопросу об авторе на обложке до идиотизма доходящего это это собственно будущее мистер втором лоу но втором лоу записан тогда то есть представьте нет ни одного слова просто ля-ля-ля и хорошее настроение вот да можно воспроизвести назывался этот опус как же я рад что я наконец возвращаюсь домой и хоть бы слово там было все и так понятно да да ну и очередной квази-исторический закон в 59-м году всесоюзная перепись населения показывает примерное равенство да давайте тут перетермозим примерное равенство а с начала 60-х очень быстро вырастает впервые в истории страны городское население превышает сельское до 60-х каково вся история россии это история деревенской страны десятки миллионов горожан в первом поколении которые отринули эту деревню как ну они мы социальном лифте так рванули кисонная болезнь вот это темное вот это происхождение которое они стыдятся и даже часто скрывают это то что как там герой маяковского говорил у меня большие запросы я зеркальным шкафом интересуюсь вот и когда в калидоре у меня была куча родственниц которые только так и говорили в калидоре уже не половики это же вот там осталось а уже ковровые дамушки как в начальственных кабинетах и стоят в очереди на палас так тогда называли паласы это с одной стороны а с другой стороны академии не кончали чем в эрмитаже ваши хотеть будем вот до большой городской культуры тоже далеко я сейчас ничего не осуждаю это нормально обыватели то что это революция были мещане ну в советском союзе это уничтожительные отец ну окей горожане широкие массы горожан в первом поколении вот их голосом этой поспешной советской урбанизации и оказалось закину городские песни в народном вкусе это то что раньше было таким ну граммофонным репертуаром в трактирах скучало бытовые опять-таки про москульт в котором проявляется эпоха вот там самый первый ролик значит на подувку едет молодой моряк грудь его в медалях ленты в якорях нельзя задним числом это придумать нужно тогда свято верить что завидный жених это как грудь в медалях ленты в якорях не получается это потом это не может быть стилизацией бежит река в тумане бежит она меня дразня кавалеров мне вполне хватает но нет любви хорошей у меня вот этот и все эти а мне мама целоваться не велеет в жизни раз бывает 18 лет вот этот главный хит издалека долго течет река Волга течет река Волга а мне 17 лет потом а мне уж 30 лет седьмой десяток лет в общем скоротеченность бабьи доли это только уже конечно важная такая история и поэтому для следующего поколения вот тех кто уже родился в деревне это будет казаться лубком такой официальной народностью да еще она герой социалистического труда бурят ленинской премии потому что власть она сама тоже горожане с первого поколения и это та культура которую она готова поощрять да чему героям с труда делает термитаж да ему от этого ни горячо ни холодно а вот людмиле георгиевне будет приятно так что она в этом смысле она голос 60-х но уже для 70-х это не то хотя конечно останется великая функция образа родины матери и вот вынос бюста из кулис да вот это это же действительный случай когда-то вот этот в боку поклонник ну затянулся концерт уже надо прекращать и вот понимая что она устал крикнул что петь не надо ты туда ходи сюда ходить и она была народной артисткой азербайджана успехи станут поскольку там ценят такие формы снимают вкусно вот давайте воспроизведем дальше очередной квази-исторический закон попытал это всегда про свободу не бывает так что песня значит больше чем песни это потому что был хороший композитор хороший поэты хороший исполнитель нет вот что-то было невозможно до пресли на западе вот пресли стало возможно и никто дальше до этого не мог представить что такое быть там до битса что-то было невозможно но с битс теперь есть и такая музыка и такие музыканты и такое взаимоотношение музыкантов с публикой и все возможно там битломания с переездами из города в город по всему этому гастрожному турне это это вот родилось тогда и вот таким же образом вот в эту форточку свободы давайте притормозим вот влетает первый советский пуп и до до Магомаева та же советская пуп культура даже вот москульт советский это было не про молодость не про моду не про ну слова секс не было ну не про страсть совершенно точно да а тут 20-летний бакинец раскинул руки-ноги вот так тоже никто не мог себе представить такого сценического поведения и вот громовым оперным голосом он поет все на свете и советские шлягеры и западные и кавадин фигеры и купет и Мефистофия и это просто всех ошеломляет и еще там на нескольких языках и он видите стажируется в Ласкале и это такая поощряемая мода об этом сообщается и он же первый советский твист вот на этом с твистом перестали бороться он очень не нравится Хрущеву он даже на встрече с интеллигенцией огромный кусок посвящен твисту когда он вещевает там зал что как же можно такие движения извините определенными частями тела делать вот ничего не потому что когда грешат все это стандарт не может быть это просто перестали бороться значит королева красоты Магомайский твист один и да по переулкам это королевы красоты и лучший город земли на полном серьезе так могли назвать тогда песню про Москву вот и первый советский шейк шагает солнце по бульварам и еще он способен с чем не справляется уже никакой оркестр никакой ансамбль никакой аккомпаниатор в СССР всех отодвинут сам садится за рояль и фортепианом каскадом там наяривает что-то там лет венти квадро миланаче что рот энд роп по-итальянски оперным голосом на рояле вот даже первоисполнителем этого хита значит Челентано для этого требовался рок-бан целый год а этот комсомон не вступавший и в общем все все ему море по колено и следующий таким прорывом в свободе будет уже только Высоцкий и это тоже понятно потому что соединить актуальную повестку и настроение вот это нет ребята все не так все не так ребята с приблотненностью этой хребатости и с гитарой и с альтернативным способом распространения и потом следующим таким витком на официальной эстраде будет Пугачева со всеми лоховыми со всеми балаконами со всей и это каждый раз мне нравится примерно до половины населения остро категорически особенно старшему поколению и никто ничего не может с этим поделать и может только жалеть что до этого должен и когда говорят что это что теперь так можно да теперь так можно вот это это и есть это москутерская это самая доходчивая свобода в силу это опять вот значимость москутер для понимания эпохи и без смысла из каждого утюга и да теперь это становится стандартом теперь уже будут дальше опять в балахонах и облохмах и вот переплясывать на сцене ничего с этим теперь поделать теперь такое носа да это все про то что я хотел сказать и хотел я вам показать теперь дальше уже видео которое комментировать не буду а пока посмотрю записки просто чуть шире бронан фикшен скажу этот документального кино и документальных книг он начался ну прям не знаю но может быть тоже 2000 с 2010 мы в России все наши новые документальные фильмы уже прокатывали в кинотеатрах раньше этого представить невозможно чтобы люди ходили на документалистику на коммерческий сеанс и кинопрокатчикам это было бы интересно до 140 уже уже не только во всех городах миллионниках уже во всех крупных областных центрах были кинотеатры с альтернативной какой-то там программой где в том числе документалистика и книжки документальные и все это все случилось совсем недавно в общем наверное это связано с тем что люди теперь получают образование более-менее всю жизнь закладывают новые карьеры приобретают новые наги в общем они привыкают к тому что информация может быть интересной поражать жизнь развлекать и так далее и единственное требование которое этот спрос предъявляет к нам тем кто пытается нонфикшн нонфикшн не работает это все-таки должна быть продукция ну адекватная сегодняшним стандартам восприятно потому что никто из уважения к теме ничего смотреть читать не будет и люди которые смотрят блокбастер смотрят рекламу смотрят клипы они привыкают к определенному уровню ну насыщенности эмоциональной подачи в общем усилия которые затрачиваются на вот это сиди и смотри они они все время растут и там собственный фильм какой-нибудь там 15-летний 20-летний ну вот наметники самые первые 93-го года не могу смотреть ну и жил какой-то вялый чувак который которому самому не очень-то это надо а по тем временам это казалось неслыханной дерзостью просто какой-то там ну что-то там заре устроил с бенгальскими огнями и вот значит я с ролик из двух таких взаимоотключающих фильмов ну просто один там трейлер и другой как бы трейлер пролог значит я решил взять ну вот последнее я сделал проекты русские евреи русские грузины и уже принялся было за русских немцев но понятно теперь никакие проекты с Европой невозможны вот и значит тут будут русские евреи часть третья это обычный наш подход когда документальный фильм как такой блокбастер когда куча игровых эпизодов с целыми героями ну а они на документальной конве но вот их надо разыграть потому что ну просто сказать что вот такое было нельзя это нужно прожить как в игровом кино с эффектом реального времени и компьютерная графика и в общем всякие расчудеси и все это всегда за два-три часа с лишним уходит а второй фильм совсем он был снят в пандемию и едва мы его успели прокатать до войны по счастью это инквари веритас про феномен грузинского оранжевого вино выдержки в ванфарах которые теперь и в Германии полны и в Астрии вот античный такой и это кстати то как работает в принципе нонфикшн должен быть феномен и наша задача это сущностную информацию сделать интересной для вас вот такое довальческое сырье без того чтобы было обрусение инородцев в российской или советской империи или что человечество спустя тысячелетия вернулось камфорному виноделию без этого мы не можем делать мы сами ничего придумать не можем я не могу писать вот как это буквально там макая перышко в свою голову нет это удел уэтов и фикшена а не нонфикшена да давайте посмотрим этот самый ролик привет всем это не диаген в бочке во-первых сам не диаген во-вторых это не бочка это квэврю грузинский кувшин для выпечки то есть амфора тысячи и тысячелетний завет античного еще милоделя квэви это вообще вот самая суть грузинского вина и в ближайший час мы попытаемся думать отчасти к ней приблизиться я я это сам этим всем очень интересую в несколько последних лет так что по пути будут еще мои предыдущие путевые заметки отправляемся тут все одна гроздь да все одна гроздь чуть ли милю тут полбутылки получится амфора без дрожжа без сульфита без ничего вот здесь зеро 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 вот новый мажай амфора 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 по на деле в моем купшине нечем не платить за это квэдри вообще это главное в жизни для меня натуральное вино это вино которое не зашкокурное и без лака из Азорно мне предложили поджать я это люблю я очень отчет что лучшее вино из этих виноградиков я не смогу попробовать вы считаете что сначала вино а потом пение или сначала пение потом вино это шут наша какая-то шутка видимо очень очень длинные шнона с я и с а и а а а а Я уже спрашиваю все очень разное, я как-то не придумывал из этого никакого сюжета, буду просто отвечать, перескакивая с пятой на десятой. Что будет на обложке книги Том-2022 и будет издан этот Том? Ну, такого не бывает Тома, тома бывают даже в 21 веке максимум, минимум в интеллект, а чаще все-таки на 10 лет Том. Картинка мне совершенно понятна, то есть тот тип изображения, которое и будет, это, конечно, картинка Ютуба. Ну, про это я еще там скажу, потому что у меня будет, ну, в смысле, вот актуальный в российском смысле, малый экран в российской жизни 20-го года, 25-го года, да даже в второй половине десятых. Пытались охарактеризовать русских одной фразой, которая отличала всех остальных, в общем, знаменателю не пишли. Я не знаю, я не знаю такой формулы, вот одной фразой охарактеризовать русских. Это как, знаете, с закрытыми глазами подойти к слону, хватиться за хвост и скорее решить, что, пожалуй, похоже на веревочку. Ну, не знаю, я не мастап таких формул, вот так вот, раз и скажи. Все же, все же, это же все стереотипы. Но это все равно, что там, не знаю, французы, они векушатники, а итальянцы макаронники. Вот, ну, а чего? А немцы скупердяй. На самом деле скупердяй главные французы. Вот, если уж на это пошло. Но считается, что они с утра до вечера пьют шампанское. Каждый, кто бывал в Париже, прекрасно знает, что, там, после 10 вечера редко встретишь освещенное окно, да, но считается, что они гуляют на пропаву. Ну, и так далее. Так вот и про русских. Ну, и что? Заснеженная страна в центре балет крутит 32 фуэте и скачет казаки на махноморке. Почему, наверное, другие теленачальники продолжают работать даже после 24 февраля? Ну, поскольку сами я там не работаю 19 лет уже, мне неинтересно, как они там себя оправдывают. Ну, потому что все так далеко зашло, что теперь не могут уже не работать. Вся предыдущая биография, ну, это на западе, я бы так не развернешь от лобли. Да, я думаю, что там просто не дадут соскочить, что называется это теперь. Вот. Будут мстить, ежели кто-то попытается. Но, мне кажется, ну, никто и не пытается. Похоже, что. Ей-богу. Ну, как-то, не знаю. Ну, это же известно. Ну, в советское время огромное количество людей, которые оправдывало все, что угодно, и потом продолжали оправдывать. Есть ли шанс, что фильм «Русские немцы» будет? Ну, снят, ну, конечно, это возможно только после войны. Снимать эти в России надо тоже, а я в ней не сейчас. У нее сейчас не вижу. В Германии много русских школ для детей, которые хотят сохранить русский корни и язык. Так я тебе объясню, что случилось с носителем русской культуры в России. Я не знаю, я никуда, как мне трудно судить. Ну, я бы остался все-таки в русском классическом искусстве, по крайней мере, пока. Может быть, не дискутировать о сегодняшней какой-то ситуации. Хотя, ну, я не знаю, с другой стороны, кто такого возраста дети. Мне кажется, что есть неотмененные вещи, безусловные, в которых, ну, можно не вдаваясь в политическую полюцию. Рекомендуйте бы такую литературу своим детям. Знаете, моим детям 30 и 34. Уже поздно беспокоиться, что они узнают какое-нибудь матерное слово. Вот. Ну, без маты нет русского языка. Это совершенно очевидно. Ну, вот Пушкинское собрание сочинений 37-го года, которое тогда делали, ну, они там толпы тянули. У меня есть такой экземпляр. В России, правда, остался. По-моему, 500 экземпляров было напечатано, ну, для литературоведов, специалистов, исключительно матерных. И они были разместены буквально по корням. То есть, вот на Х, на Б, на Е. Вот. Куда же? А? Ну, в общем, я могу. У меня нет никакого слов. Я носитель русского языка. Ну, со сцены, как вы слышите, вроде нет. Вот. Куба пошла-то нахер. Это, вы знаете, это не матер. Нет, это не гласит. Во-первых, да, во-первых, это народ, это фольклёр. А во-вторых, я однажды ещё на Волгодском телевидении отстаивал вот таку писатель, Царствия Небесного Василия Ивановна Шбилов. Вот. И он сказал, что уже давно пора похерить такие. Похерить – это значит перечеркнуть крест-накрест. Вот. И это требовали вырезать. И я с пеной рта доказал, доказал, допустил. В эфир. Это буква херма слова. Вы бы хотели вернуться в Россию, где вы себя видите через 10 лет, но я не знаю, что там будет через 10 лет, это же вули. И как-то не загадываю вперёд. Чё, какие, понимаете, ну, хочешь насмешить Бога? Расскажи ему про свои планы, да? Ну, чтобы через 10 лет, год назад мы могли представить, два года назад мы живём под собой ничего страны, действительно, в прямом переносном смысле слова. Вот. Я, ну, почему я образ жизни веду? Знаете, была такая советская анкета, ну, шутка, где бы вы хотели? А. Жить. Б. Работать. В. Жить и работать. Вот. Работать удаётся в Грузии. Вот. Так, жить, я там не живу при этом. Ну, получается, что я мотаюсь, там, сюда, вот, в очередной раз работать буду в июле в Грузии. Так, контекст лучше обойти. Это, опять-таки, про детскую программу, про школу. Видимо, одна, один и тот же автор записок. Да я не вижу. Понимаете, ну, как вот вы обойдёте, ну, это какое-то представление о том, что история узнаётся на уроках истории. Вот кто-нибудь в этом зале вспомнит год Жакирии? Такое крестьянское восстание во Франции. А оно, между прочим, было жирным шерифом в учебнике истории. И что? Где эти усилия, да? Знаете, от того, что на уроках истории обойдут этот вопрос, его же не обойти в жизни-то потом. Да? Человека формируют не только среда, но и другие дни недели, как это ещё записные острыки в таких случаях шутили. Куда от этого деться? Ну, вот при мне не говорили, ну, в наших школах, конечно, всё было. И потом я сдавал этот научный коммунизм и прочее. Ну, то есть у меня высшее советское гуманитарное образование. То есть никакого. Это полный диплом и лженал. При этом сам я рос в обстановке такого стихийного бытового антисоветизма. Они не были никакими диссидентами, но просто жизнь. Деревня Кулома, Городовского сельсовета, Череповецкого района Вологодской области, конец адреса, настолько не совпадала с тем, что передавали по телевизору, что иначе как антисоветчикам жила. И впервые только в Леном госуниверситете имени Жданова, прости, Господи, Боже мой, где тоже, внимание, даже в этом названии теперь ни слова правды нет. Ордена Ледина и Ордена Трудового Красного Знамени, Ленинградский государственный университет и Ленинштанова. Представляете, что это за высшая выставка? Я там впервые увидел людей, которые говорят так, как говорят по телевизору. Я думал, что все так чихать хотели на эту советскую власть. Ну, потому что они знают, что там вот, ну, тренгетные мешки ворочат, что называется, да? Вот они там краснобаи какие-то официальные, вот они там рассказывают, им за это деньги платят. А есть наша жизнь, она полна трудностей, работы там и прочее. Вот, и... Меня спрашивают все время про влияние пропаганды. Ну, значит, человеку хочется в это верить. Как вот раньше, это удобная картина мира. В Париже весна, но не радует она простых французов. Текут нудные воды рейны. Ну и кто на берегах Потамака продолжает бряться с ржавелым оружием в холодной войне. Антинародный вкус правящего кабинета Турик. Да, посоветуйте хорошую немецкое вино, пожалуйста. Ну, это вопрос вкуса. Я больше все люблю пенонуар. И немецкие пелые для меня кисловатые. Ну, вот кислотность высокая. Ну, такая мода, такой стиль. Вот, пенонуар очень люблю. И есть немецкая школа, замечательная. Есть соотносительно Шпетбургундер, вот эти все Пфальц, там Баден. Они замечательные на старых лозах, поздний сбор. Все, а есть прям вот такие звенящие, как Капель, там вот Саксония, там вот Принцу Липа, вот эта Прошвицца. Вот прекрасные совершенно образцы и очень, очень доступные по цене. Немецкие вина просто удивительные. В такой зажиточной стране свое вино так недорого стоит. После Франции очень приятно. Верите ли вы в прекрасную Россию в будущее? Уверю. Я вам уверен, что в конце концов Россия вернется в Европу. Просто везде, кроме этого, она бывала уже. Вот, и жена уже наконец-то перейти. И это единственное будущее, все остальное прошлое. Вот, собственно. Нас бы всех бы просто выпарила Екатерина еще на конюшнике. Еще в уложении 1762 года, начиная со словами типа «Россия как великая европейская держава». Ну и далее по тексту. Ну вот, так что для меня. Дизайнеры на медне, одна и та же команда. Ключевые решения по макету принимайте вы или кто-то еще имеет доступ. Нет, это все мое решение. Вот какой будет эта фотография и как. И уговорить издательство тратиться на эти снимки. Ну вот «Каш» и «Кортье Брессон» — это по 350 евро. Ну, вообще, в принципе, где-то на 50 тысяч евро авторских прав на фотографии. Нет, это, конечно, мое решение. Что вот будет этот вот ГБ-шний снимок на разворот и так далее. Ну как? Это и есть продукт. Это сочетание текстов, заголовков и фотографий. Это не свой, имею в виду. Так, вопрос относительств физических норм русского языка. В последнее время мы часто слышим оборот в описании местоположения в Украине. Какая форма на вашу более допустима в русском языке? Она и в... Традиционно, конечно, была на Украине. При этом украинцы на это обижаются. Теперь и белорусы обижаются, что их нужно не Белоруссия называть, а Белоруссия. И когда объясняют, что по-русски так не может быть, потому что это Белая, Русь и соединительная в русском языке О, будет тогда пароход. Ну, по-русски так и есть. Ну, в общем, это и смысленно. Вот в этом на и в они все считают опять признаки русского империализма, когда вроде есть более устрашающие признаки русского империализма. Может быть, как-то не болоться все-таки с предлогами. Но это опять лактусная бумажка, которая вот все определяет. Каждый раз она скажет, что в русском языке нет этой логики, что в Сибири, но на Урале почему понять нельзя. В Вологодской области, но на Вологодщине, например. И как угодно. Я вам могу и так конструкцию поставить, и эту конструкцию поставить. И давайте все-таки договоримся о том, что это разные языки, и есть русский, который практикуется в Украине или на Украине. Знаете, я не считаю русской нормой то, как принято говорить даже и на юге России. Я тебе сказал за маму, что она уже приехала. Я за маму, я не понимаю такого. Нет, мне все понятно. И вы когда назад на Москву? Ваша хала на Бологодном там. Ну, кто-то, все же известно, да? Я за тебя интересована, либо встретиться с Дмитрием Картоновым. А я ему давал, но ты любил, но я с ним встречался. Да, давайте, значит, дальше тут довольно много про Ютуб и про селии на Вене. Поэтому давайте посмотрим еще один ролик. Вот, я уже говорил про 43 селии, которые выпустили мной в 90-е годы. И потом, мне казалось, что к этому уже возврата не будет никогда. Но в 2018 году я пришел на Ютуб, который так стремительно развивался в российский сегмент Ютуба. Ну, явно потому, что такое скучное официальное телевидение, а у людей потребность в таком экранном контенте. Вот, что... Ну, и канал «Профинолог» набрал первые полумиллиона подписчиков. И уже в 2019 году появилась возможность снимать, ну, вот прямо в эфирном качестве. То есть снова арендовать студию, чтобы там стояли камеры, там, 3-4, экран, среди телетехники, все-все-все, все-все-все, это раз чудесик. Вот, и там, где-то в потьмах, вот примерно как вы, 40 человек смотрят на тебя с одной мыслью, лишь бы он сейчас с первого дубля и нас отпустили бы на обед. Это очень стимулирует процесс. Мы решили, что мы не будем снимать серии намедня, которые переснимать, которые были. Почему-то нас об этом периодически просят. Мне кажется, что я себя переделывать не должен, не могу, это и не проблема. Вот какие были сделаны тогда, так и остаются. И мы сделали серии с 46-го года по 60-й, все 1920-е годы, и потом с 2004-го года, от того момента, как я на ящике работать перестал, до 2022-го, и вот серия намедня 2022 вышла, естественно, 24 февраля 2023-го года. Но в годовщине вторжения это было, конечно, вопросом такой профессиональной части, чтобы именно в этот день это подготовить. Три с половиной часа, но все равно считается, что одна серия. Итого их теперь 47, значит, в сумме уже 90, то есть на ютубе сделано больше, чем когда-то даже в эфире. И, ну, мы как-то решили, что надо видоизменять этот формат отчасти, но вот эти все выезды на место, события, с комментариями, это уже не ютубовская история, уже столько тревел-блога, что, ну, как-то это не вяжется. А вот если тысячаметровый павильон, то он арена инфошоу, и все здесь собирается. И актеры, которые играют героев, ну, манекенами, и какие-то предметы, крупные или некрупные, и герои, которые замирают сами, как манекены, а потом все-таки оказываются героями, ну и так далее. Это опять-таки к вопросу о том, как удержать внимание, что такое стандарты сегодняшнего восприятия, вот применительно к ютубу. Давайте дальше, вот еще. То, что я говорил про сладкие голоса. Там будет одна строчка из серии 1953 год, там пропивают, костры горят далекие. Даже не буду пытаться передать, как сладости это все. Ну, среди этого саунда вы сразу услышите. Да, и к вопросу о переделках, да, и я там это привожу, почему-то в 1953 году и взято. Значит, костры горят далекие, он на реке купается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается в песне. Переделка была «Цветет в Белисе Алычане» для Лаврентия Палыча, а для Климента Ефремыча и Вячеслава Михайловича. В смысле, что Читапуле, такое лакомство из ягнятины или телятины, с зеленой алычой, весной 1954 года уже Берия не поест, а достанется это Молотову и Рошину. Да, вот, да, и последнее, да, что совсем. Так же, как и релацировались мы с вами, и группа раскидана в диапазоне от Хельсинки до Стамбула, нам нужно было как-то релацировать и проект. И в конце концов, опять-таки, нашли здесь возможности снимать в Грузии, ну, по соотношению цена-качество и по всему. И, в общем, мы сумели восстановить эту вот студию для инфошоу, таким образом, что я даже сам по картинке их не отвечаю. Только потому, что я знаю, какие серии уже сделаны в Тбилиси, ну, понятно, в 2022 тоже, да, вот только так могу понять, но и вот вы сейчас увидите, что там они вперемешку, и все это кажется, что то же самое, только в разных сезонах там меняется выкраски. Так, пожалуйста. Привет, я Леонид Парфюмов, это проект «Новедние» «Наша Аэра» — это 1953 год. Сегодня год 1922, 2004 год, 2021. «Москвич» делают «Опель-Кадет» 1938 года. «Новый» второй «Москвич» уже никак не связан с «Опелем». Станите, вот старый «Москвич», и как выгодно отличается от него он много. Запущен в серию легендарный советский джип «ГАЗ-69». За этот конусный радиатор и прыгучесть на дорогах, прозванный «Козлом». «Мудро» начальничек-мочальничек. Здравствуйте. К началу 1930-х советская власть решает покончить с зажиточным крестьянством. Не знаю, не помню. В одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье. Желтоволосый, с голубыми глазами. Весной 1959-го лондонская Daily Mail публикует Факсимили и подстрочный перевод стихотворения Пастернака «Нобелевская премия». На взломанном асфальте копошусь, как улитка. Вместо него гастарбайтеры ложат бетонную плитку. А девочка иском, и полиция с белым айфоном на белом жирице. Ждет в инстаграме лайк, адвокации, ждет на черной пятнице низких церков. Роскомнадзор, следящий за матом в СНУ, поначалу считает нецензурными четыре слова. Махэ, Ким Чэн Ы станет первым известным словом на букву И. Ок, хор, чо, чо, хва и, конечно, хэсгэ. Международный телеформат ежевечернего авторского шоу. Я не знаю, Китач, проработаем. Вечерний орган впервые выходит в эфир 16 апреля 2012-го. Он планировать приедет в Лондон и подароваться в Богу. В британском городе Солсбери на скалейке в парке обнаружены два человека без сознания. Предатель Родины. Он просто подонок. Алексей Навальный теряет сознание на борту самолета, летящего из Томска в Москву. В организме больного обнаруживают следы боевого отравляющего вещества новичок. Этот день войдет в историю цивилизации как начало нового эра. Эра завоевания космического пространства. Выбрана самая простая конструкция. Шар диаметром 58 сантиметров. Весом 83 килограмма. Вот он же приближается, и в точно вычисленное время пролетает над столицей. Но говорить хоть три минуты правду. Хоть три минуты. Нет, пусто считается, что в сторону время. Поразительно отсутствующую в публичном пространстве семью Путина заменяет антрацитовая сука, лабрадор-конник. После очередных парламентских выборов будут говорить о победе партии щенки Путина. Он летит на мотодельтаплане, который выросшие в неволе птицы должны принять за вожака своей стаи. Я вас спросил однажды, мы победим? На наивысшей степени беспокойственность активно продает идею войны. Данное сообщение. 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 Потерял. Все переплетено, море нити, но потяни за ним, за ним потянется клубок этот мир веретено. Все в падении ноли, тюкуте лесу ноли, для подводить и тюкуте. Есть же напольная песня, в конце концов. Жену. Апольная песня, Маладан. Прикорядка, молнии. Светет в Тбилиси Аныча не для Лаврентия Палыча, а для Кремен Ефремовича и Вячеслава Михайловича. Власти дозируют публичное проявление скорби. Высказываются предложения назвать в честь Сталина «Москву», «Грузию», «Советскую армию» и даже «Волгу» и «Луну». Товарищ Сталин, вы большой ученый. В языкознании знаете вы толк. Ставит Рыков на Кремле, трудовой кричит в земле. Выбернем кармашки на аэроплажке. Карусель – это тур облаченной массовки. Толпа ездит с одного участка на другой и по нескольку раз голосует за нужного кандидата. Кипятильник электрический погружной. А еще чулок можно набивать луковицами. Очень удобно для хранения. Есть многое на свете друг Горасца, что мог сказать Зидану матерации. В 1925-м начнется серийное производство советских травоев. Главный редактор сайта «Спорт.ру» Юрий Дудь. Путин. Красавчик. Игра престолов будет продолжаться в 73 серии. Восемь сезонов. Подождите, а что, так можно было? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, не надо теперь начинать. Ну, я близан тогда... Что сейчас читаете и что сейчас читать? Как я понимаю, регулярно читаю. Регулярно читаю «Медузу». Поскольку они в том числе и много кранят всяких других источников, от них на что-то там перехожу. Так, ничего, стараюсь. Ну просто иначе превращаешься в потребителя новостей и прям совсем не можешь работать сам и от расстройства, и от того, что не можешь как-то сфокусироваться. Поэтому стараюсь даже дозировать. Что из последнего документального художественного кино посмотрели, понравилось ли? Последнее, что меня очень впечатлило, это документальный фильм Сергея Возницы. Очень понравились. И даже Ландсбергис, который как-то так лапидарно решен, уже без каких-то кинооткрытий. Ну вот и Баби Яр, и Логика разрушений. В общем, что можете стать о молдавском вине? То же самое, я люблю Пинонуар. Я никакой не специалист, я бонистующий телетан. Ну очень такой, со своими какими-то представлениями, да. Я не люблю Бардо, например, в принципе. Ну вообще не люблю смесовые вина, да, многосортные. И, ну люблю вот если красное, то легкое. И из-за этого огромное количество вин и территорий для меня вообще отсекаются. Так что, да, почему, да, в общем, включаем по Парфенону, когда следующий выпуск, даже не знаю. Понимаете, Парфенон был, я даже стал делать какие-то большие посты в Инстаграме для того, что, ну какие-то мини Парфенон. Парфенон был про свободное время, да, про выставки, про рестораны, про поездки. Если 65% подписчиков России, в общем, они не выездные, то чего вот это, только злить, что ли, тем, что ты выездной такой, весь себя, даже не въездной скорее. Вот, и, ну как-то настроение не то, ушло, это время, ну не знаю, в общем, как-то к этому не лежит. Смена власти, Хрущев, Брежнев, расскажите, что было, чем в основном? Ну я, конечно, есть огромный феномен, вот вы возьмите, прочитайте, я все написал, я сейчас самого себя перескажу. А, простите, у вас открыт там? Ну, в смысле, не запечатан, не пластик, а можно на секунду? Конечно. Конечно, есть, я, поскольку всем все видно, а фотка большая. Сейчас я, я и тоже горжусь. Вот это чудесное фото, на заход. Вижу, у кого-то он есть, можете посмотреть. Страница, вот, еще не поймешь, какая страница. Страница 122-123, да. Это потому, что западников пускали снимать на, ну, на Красную площадь, на демонстрацию. Ну, что они там такого снимут? Ну, все же хорошее, и все, и всем кажется, что будут снимать официально. И вот пойманный момент, это Гетти тоже. Нет, не Гетти. Асушитель произносит. Вот пойманный момент, это всего-навсего Малиновский, тогда же не министр обороны, он повернулся, а Хрючев еще продолжает махать. А ощущение вот этого заговора, и что от него уже все давно отвернулись, ну, просто так скатрировали. И к тому же угол, вот этот мавзолей, он прямо о симметрии такой образует. Ну, вот так глаз у людей устроен. Вот так они видят драматичную снимку. И при этом, имейте в виду, это ведь, ну, спасибо. Это ведь лейка. Это еще крутят. И никакого шанса, так же у Картия Бритсона, никакого шанса, вот сейчас это, не знаю, вот она тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, из 80 кадриков теперь выбрать, где там по фазе движения все совпало и все хорошо. Нет. Это только вот этот кадр, вот в эту сию секунду, через секунду назад этой ситуации не было, через секунду она пропадет. Это люди были просто глазом мозга. Так, планируем с мужем побывать в Греции, ваши греческие вины. Я люблю Ассиртика из греческих сортов, опять-таки в Квебре выдержанный, ну, им сам Бог видел. Они очень хорошие, они прямо замечательные, выдающиеся. Так, да, ну и то, наверное, о чем настоило бы закончить, хотя такая серьезная. Тема невеселая. Не кажется ли вам, что то, что сейчас происходит в России, похоже на время реваншизма, которое было в Германии в 20-30-х годах после положения в Первой мировой войне? Я об этом часто думаю, но немножко по-другому. Я вот бы так это объяснил, что есть одна часть общества очень активная, которая вот будет себя так чувствовать, как тогда активные милитаристы немцы после войны 18-го года. Ну, в смысле, после окончания Первой мировой войны, что у нас украли победу, что это национал-предатели воткнули нож в спину Родине, там, ну и так далее, и так далее. Мы уже сейчас в этом строении, потому что понятно, что ничего за победу выдавать. Да, ну, нельзя же рассказывать, что был такой гениальный план, 8 месяцев брать Пахмута, да, и взять Тетерсон, объявить его России, и через полтора месяца украинцы его вернут к себе, да. Ну, знаете, это по принципу, ну, вы же не знаете, какой у меня турецкий план. Вот, поэтому и сейчас, и вот вся эта полемика, эти истерики, Пригожина и так далее, это все от того, что что-то пошло не так, как это раньше. В таких случаях говорит, да, а какая-то часть, тоже очень активное общество, в значительной степени релаканты, она чувствует себя, как немцы после 45-го года, после Второй мировой войны. Как от этого отмыться, как заработать другую репутацию, как вообще отделить себя от режима, как решить, что все ли виноваты и все ли в равной степени носу долю вины, и так далее, и так далее. И там мучили, и тут мучили. А самое главное, что им вместе не сойтись. Понимаете, никакой диалог невозможен до тех пор, пока тех или других не поправит время, ну, я убежден, что время поправит милитаризм. Вот, и оно поправляет, собственно, это действие. Вот до тех пор невозможно даже говорить, понимаете, потому что если у человека попутаны война с миром и, значит, жизнь со смертью, какие у тебя могут быть словесные аргументы? Ну, против такого лома нету не такого приема. Вот. И второе из этого вытекающее, там, до этого, вот так или иначе, это про настроение и про то, как не терять надежду. Я убежден, что и настроение и надежду мы создаем сами. Они кто-то нам развеселит, даст лучик там в темном царстве и тому и прочее. Люди должны отстаивать свой выбор, свою уверенность в правоте и должны понимать, что те, кто считает их неправыми, их выбор против войны, отъезд из России, да, они бы очень хотели, чтобы эти люди сдались, да, и, в общем, как-то подняли руки и признали свое поражение. Ну, должна быть какая-то естественная, хорошая, веселая смысл на это на все и стремление доказать, что да, ты прав. И это дает надежду, и это улучшает настроение. Я иначе не представляю. Ну, и работа, конечно, работа. Что еще? Что еще может лечить? Преданность своему делу. Это последнее, особенно для мужчины. Ну, как-то трудно, иначе, это, знаете, как вот раз про гастрономию заговорили, это, ну, все-таки на тарелке должна быть котлетина сперва, да, а потом уже сложный гарнир всякий, да. И в этом смысле, когда есть что-то, что тебя держит по жизни, все остальное ты достроишь, украсишь и действительно поднимешь настроение. Спасибо большое. Я через пять минут приду в фойе для того, чтобы записаться на канал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ